Беларусь уже привыкла жить под давлением со стороны стран Запада. Сейчас это давление и на нашу страну, и на Россию, на братскую Россию, еще усиливается. Просто немыслимо. Не так давно на одном из совещаний вы сказали, что трудности не повод для паники. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки наша экономика выдержит все эти барьеры, весь этот внешний прессинг. По поводу давления. Ну, знаете, давить можно там, где есть на что-то давить. Если бы вы не конкурировали с ними, не мешали американским, японским производителям, мы для них конкуренты, мы путаемся у них под ногами. Поэтому одна из причин давления на нас, права человека и прочее, это все выдумка, это лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет, там права человека, у вас там диктатура и прочее. Теперь вы видите, какие права человека у них. Пошел разговор в Америке, Джо Байден проигрывает следующие выборы, а хочет пойти. Трамп ввязался. Уже идет речь о том, чтобы Трампа вообще убрать с арены. Запретить ему участвовать. Слушайте, ну вы же нас упрекали в этом. Так мы не запрещали, не участвуйте. Но они хотели страну через выборы перевернуть. Вот вам права человека и свобода слова. Вы мешаете им. Если бы у нас ничего не было в стране, нас бы никто и не давил. Но мы высокотехнологичная, образованная нация. И мы способны конкурировать. И мы будем конкурировать. И для того, чтобы наша экономика выдержала, у нас есть все. Вы люди есть, специалисты есть, руководители есть, власть есть. Не без грехов. Мы такие, как вы. Ну, может быть, мы должны чуть-чуть лучше быть, на полшага впереди быть. Не всегда, наверное, получается. Жизнь есть жизнь. Поэтому, прежде чем искать лучшего руководителя Белшины, губернатора, президента, в конце концов, вы так перед зеркалом иногда встаньте, образно, и посмотрите на себя. И скажите, ну, не могут они быть другими, потому что пока что мы такие, общество наше такое. А выдержать мы выдержим. И не только потому, что некуда деваться, а потому что мы умеем. Но самое главное, земное, мы сегодня востребованы. Мы подняли свое сельское хозяйство. Мы накормили людей своих. Я помню, первые свои годы президентства, по талонам же хлеб, пустые полки были. Сегодня главное, чтобы побольше денег было. Деньги у вас здесь. Продайте больше шин, получите больше денег. И самое главное, мы сегодня, как никогда, востребованы. Поэтому надо произвести. Есть проблемы, есть какие-то проблемы. Нам мешают поставка сырья, прохождением платежей. Тоже мешают, но мы находим пути. С зерном возникла проблема, поставки украинского зерна. Оказывается, самый дешевый путь через Беларусь. Ну, мы их раскусили быстро. Мы с Путиным обсуждали эту проблему, я говорю, не переживай. Никакого там зерна столько нет, сколько они кричат, и дело не в зерне. Они хотят нас обвинить с тобой, что мы устроили мировой голод. Мы такие гиганты, что устроили в мире голод. Начали разбираться. Им просто надо было еще одну какую-то проблему мирового уровня повесить на нас. И африканцам, и азиатам сказать, это вон они, два диктатора вдвоем, вон творят что. Когда мы сказали, пожалуйста, семь направлений, везите, спала тема. Темы нет. Вот он какой мир. Поэтому мы выдержим. Мы выдержим. Будут локальные проблемы, мы их решим. Да, есть проблемы с поставкой калийных удобрений. Но в мире голод. Сегодня уже начинают потихоньку название, вот давайте как-то. Я говорю, пожалуйста, приезжайте, берите. Ну и белкалий не загнется, будет работать. Может быть, мы меньше продадим этих калийных удобрений в этом по объемам. Но цены взлетели. То есть мы обеспечим зарплатой, свой коллектив и налоги они будут платить нормально. То есть в деньгах мы ничего не проиграем. Поэтому мы выстоим, выдержим. Мы не одни в этом мире. Этот диктат со стороны американцев и западников, он уже всем в горле. Он надоел. Поэтому мир начинает перестраиваться. Мир будет совершенно другим даже в течение двух лет. Поэтому вы не переживайте. Я когда-то с большой трибуны вам сказал, я вас прошу, делайте каждое свое дело. Остальные проблемы мои. Поэтому делайте свое дело. Выдержим, не переживайте. Спасибо.